Дело в том, что я ищу одного мальчика, который угнал у меня фургон. Он сюда не заезжал случайно? А ты разве не заметил свой фургон? Тут в лагере стоит. Не заметил. Какой же ты невнимательный, Роди. Ну прям как в детстве. Ничьи-то не изменился. Ну мам, перестань, я уже взрослый. Идем, я покажу тебе этого мальчишку. Я сразу поняла, что он от тебя сбежал. И позаботилась о том, чтобы он задержался тут. Спасибо, мам. Уж и не знаю, как мне тебя отблагодарить. Просто звони почаще. Совсем забыл про меня. Где он? Прощайте, ребята! Опять сбежал? Дети? Кто знает, куда поехал этот мальчик? Мы не знаем. Если кто-то утаит это от меня, знайте. Вас боженька накажет. Потому что всегда нужно говорить правду. Я знаю, он поехал в кинотеатр. А вот и автокинотеатр. Ничего себе, сколько тут машин. Может, кто-то из водителей мне поможет освободить бабушку? Зачем брать покушать? Извините, а вы не поможете мне? У меня бабушка заперта в клетке в фургоне мороженщика. Ну ты и фантазер. Не мешай, мальчик. Не видишь, мы смотрим мультик. Простите, мне нужна помощь. Моя бабушка сидит в заперти. Уходи, уходи отсюда. И хватит баловаться. Я заплатил за сеанс деньги, а ты мне мешаешь. Сейчас полицию позову. Точно. Я же собирался позвонить в полицию. А что они тут показывают? О, так это интересный мультик. Я его уже видел когда-то. Уильям, мы так долго ходим по этому подвалу. Я устал. Я есть хочу. Ладно, Серж, не ной. Ты же мужчина. Я взял с собой немного еды. Вот, держи булку. Спасибо, Уильям. Тихо. Ты слышал шорох? Нет. Кажется, в этой комнате кто-то есть. Уильям, мне страшно. Не бойся, Серж. Ты же мужчина. Я пока только мальчик. Хорошо. Я сейчас пойду проверю. Серж, тут сокровища. Мы нашли их. Ого, сколько золота. Ура. Теперь мы сможем накупить сколько угодно сладостей. И игрушек. Постой, Серж. Посмотри. Это скелеты. О, нет. Что это значит, Уильям? Я не сказал тебе. Не хотел тебя пугать. Но тот дяденька говорил. Что многие, кто отправился за этими сокровищами, не вернулись. Это, наверное, скелет этих бедняк. Мальчики. Зачем вы сюда пришли? Ты слышишь? Кажется, это к нам обращаются. Да. Мы пришли за сокровищами. И хотели бы взять с собой немного. Эти сокровища прокляты. Каждый, кто прикоснется к ним, будет обречен на страшную смерть. А можно взять хотя бы пару монеток? Мои родители очень бедны. И порой у нас нет дома даже хлеба. Тогда я купил бы домой чего-нибудь покушать. Серж. Эти сокровища прокляты. Каждый, кто прикоснется к ним, умрет. Тогда мы пошли. Нет. Вы должны остаться тут. Навсегда. Никто не должен узнать об этих сокровищах. О, таинственный голос. Умоляю тебя, отпусти нас. Мы никому не расскажем про сокровища. К тому же уже многие знают про это место. Но боятся сюда ходить. Прошу, отпусти нас. Нет. Вы должны остаться. Таинственный голос. Пожалуйста, отпусти нас. Моя бедная мать очень больна. Если она узнает, что я пропал, она не выдержит этого и умрет. А моя бедная бабушка еле ходит и живет одна. Я каждый день приношу ей покушать. И если я не приду, то она умрет с голоду. Ну ладно, ладно. Хватит ныть. Идите отсюда и никогда больше не возвращайтесь. Спасибо, голос. Бежим, Серж. Ладно, что-то я засмотрелся. Пора позвонить в полицию. Зачем в полицию? Не нужно никуда звонить. Ах. Вот видишь, мальчик, как вредно долго смотреть мультики. Теперь ты попался. И на этот раз уже не сбежишь от меня. Уж я об этом позабочусь. Посиди тут еще раз. А я отвезу твою бабушку в лабораторию. Там с помощью нее добуду секретный ингредиент. И мы сделаем всех детей толстяками. Зачем вы это делаете? Почему вы так сильно хотите сделать всех толстяками? Тебе не понять этого, мальчик. Ты худой как глист. А мне в детстве пришлось не сладко. Я был самым толстым в классе. И все издевались надо мной. Робин, Бобин, Барабек. Скушал сорок человек. Ха-ха-ха-ха. Не слушай их, Рот. Они ведут себя глупо. Я знаю, как тебе тяжело. Каково это быть не таким, как все дети. Мне тоже приходится нелегко. Из-за моего длинного и худого тела. Все называют меня дрыщом, долговязом или колокольней. Я понимаю твою боль. Отвали дрыщ! Что? Ах ты жиртрест! Ха-ха-ха. С тех пор я мечтаю отомстить. Пусть все почувствуют, каково это иметь лишний вес. И быть угнетаемым за это. Теперь настал мой черед смеяться над ними. Но ведь те дети, которые над вами издевались, уже выросли. Зачем вы хотите отомстить невиновным? Кажется, уехал. Ставьте лайк за продолжение. Если хотите узнать, что будет дальше. Давайте наберем 10 тысяч лайков. Ну и конечно же, подпишитесь на канал. И не забудьте поделиться роликом с друзьями в соцсетях. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok